Ну что ж, друзья, еще раз добрый вечер. Время сухого остатка на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим с вами о несколько неотрадиционных, для этого времени, по крайней мере, вещах. Тема сегодняшней программы «Перспективы развития дистанционного банковского обслуживания в России». Во как! И в гостях Артем Еманов, старший вице-президент Тинькофф Кредитной системы. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер. И Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финансгрупп. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. Я надеюсь, вы не будете в обиде, вы, уважаемые гости, на меня. Если я, перед тем, как мы начнем разговор, все-таки традиционно посмотрю на картину маслом, а точнее посмотрю на то, что происходит сегодня на финансовых рынках. Все-таки это основная тема нашего эфира, как правило. Значит, сегодня картина маслом следующая. Индексы торгуются разнонаправленно, как минимум, наш РТС вырос на 0,2%. ММВБ упал на 0,5%, ну и практически без движения. Никей сегодня вырос почти на 3%. Закрылись все раз сильно американцы в очередной раз. Если вы видели графики, то наверняка порадовались за них. Сырье продолжает торговаться в узком диапазоне. 112 долларов стоит бочка марки Brent. Золото 1590 за унцию. Ну и евро-доллар также торгуется в диапазоне. Сегодня немножко подрост он и сейчас на уровне 1,3120 его котировка. Основной набор голубых фишек также разнонаправлен. Лидер падения сегодня ГМК Норникель. Почти 2% он потерял. Ростелеком сегодня выстрелил на 5%. И это, конечно, серьезная заявка. И ВТБ сегодня прибавляет чуть больше процента. Вот такова картина масла. Значит, еще раз повторю. Сегодня у нас непростая программа. Мы сегодня говорим на достаточно узкоспециализированную тему. И пригласили, естественно, как такое бывает, специалистов. Итак, друзья мои, во-первых, давайте мы разберемся с вами, о чем идет речь, если звучит такая фраза «дистанционное банковское обслуживание». Что это значит, Толь? Под дистанционным банковским обслуживанием можно назвать обслуживание клиентов банком не на территории банка. То есть здесь можно разделить, во-первых, это систему интернет-банкинга, это мобильный банкинг, смс или ват-банкинг, также терминалы самообслуживания или же терминалы уже в торговых сетях. То есть много всего, я так понимаю, да? Огромное. Все, что хотите, но только не приходите к нам в офис. Тем более, Артем, тем более у некоторых офисов-то и нет. Ну да, у некоторых их нет. Расскажи, пожалуйста, как вы докатились до такого, что у вас даже офисов нет. Хотя, с другой стороны, они не нужны. Ну, на самом деле, как бы докатились, наверное, от бедности. Когда начинали, то есть офисная сетка стоит немалых денег, поэтому изначально были ориентированы на cost-saving, на эффективность модели. То есть для того, чтобы модель была эффективной, решили не строить офис, просто решили выстроить альтернативную систему логистики, доставки, обслуживания банковских продуктов. В принципе, это себя достаточно неплохо проявило. Мы хорошо выставили кризис. В чем здесь было дело? Дело в том, что банки, у которых были отделения, когда упал поток выдачи кредитов, они должны были вынуждены сокращать отделение, они вынуждены были что-то с ними делать. А у нас такой проблемы не было. То есть у нас, если были какие-то сокращения, то они были абсолютно локальные, связанные с колл-центром. Мы не пережили никакого шока во время кризиса, именно связанного со сворачиванием какой-то сети. С оптимизацией бизнеса. В тот момент наверняка вы все-таки так радостно потирали руки. Мы в правильном векторе, в правильном направлении пошли. Ну, тогда я помню, никто особо не радовался вообще. В принципе, да нет. Не было поводов. Были только люди, которые больше огорчались или меньше. Ну, тогда в этом случае вы огорчились меньше всего. Кстати, я хочу сказать о том, что некоторое время назад в Москве состоялась шестая церемония Банк Года. Подводились итоги за прошедший, то есть 12-й год. И вот так, барабанные дропи, на всякий случай. Победителем в номинациях стали Банк Года, Тинькофф Кредитная Система. Я пальцы загибаю. Тинькофф Кредитная Система, Банк Года. Дальше. Интернет Банк Года. Тинькофф Кредитные Системы. Дальше. Были вручены награды предъявителя народного рейтинга, Банкеру. Третье место. Тинькофф Кредитные Системы. Дальше. В номинации лицом клиенту интернет-пользовый выбирали лучшего ведущего горячей линии обслуживания. И им оказался Артем Ишонин, руководитель бэк-офиса департамента клиентов и обслуживания, Банк Тинькофф Кредитные Системы. Ну, надо сказать, что речь идет о конкурсе Банк Года по версии портала Банкеру. Так. А, то есть, это действительно так. Но там было еще очень много призов. То есть, мы не все выиграли. Ну, ладно. Легко беда начала. Сразу уж так, наверное, сложно выиграть все. Ну, теперь я понял. Да, мы говорим под... Точнее, понимаем под дистанционным банковским обслуживанием все то, что вне офиса, собственно. Ну, и по какой причине офиса нет, это уже сейчас не важно. Кстати, Толя, как ты думаешь, учитывая, ну, 21 век на дворе, да, учитывая то, что интернет входит в нашу жизнь, и в том числе и в бизнес, да, может быть, многие, ну, классические, если позволите, да, там, варианты банковского обслуживания, ну, я имею в виду, а физические офисы, может, многие банки со временем будут отказываться просто от этих самых офисов, потому что, а, дорого, а потому, б, и не нужно. Я думаю, что все к тому идет. Во-первых, естественно, это издержки, это непрофильные активы в содержании сети отделений, плюс здесь надо учесть некоторые инициативы, которые сейчас проводят банковское сообщество, в частности, вот, насколько я знаю, Национальный платежный комитет сейчас выступил с законодательной инициативой насчет идентификации пользователей. Есть у нас законодательство, есть норма, которая запрещает банкам открывать счета без личного присутствия клиента. И они говорят, что если клиент где-то, когда-то уже зашел в какой-нибудь из российских банков, его там идентифицировали, проверили там, ну, то есть произвели идентификацию, то можно, то есть построить систему, и другим банкам уже можно будет работать с этим клиентом без его личного присутствия. Да, да. То есть это существенно облегчит возможность работы банков в интернете. То есть я правильно понимаю, что сейчас многие, да, не могут эту сеть расширять или отказываться от офиса только потому, что вот договор подписать, для того, чтобы подписать договор, человек должен прийти куда-то. Либо к нему должны приехать, как у уважаемых коллег. И вот, ну, собственно, сорвал, снял у меня вопрос языка, а как вы-то с этим делом справляетесь, ведь у вас офисов нет? Ну, у нас есть, собственно, служба представителей, примерно сейчас в 600 городах, а там, где ее нет, мы аутсорсим функцию идентификации клиентов другим компаниям. Ну, либо, да, как Толя правильно говорит, вы ездите сами, да? Да, ну, в основном мы ездим сами, конечно, в 90% случаев. Здесь же самое главное клиента увидеть в глаза, посмотреть его документы, получить с него автограф. Подожди, перечень мне, пожалуйста, понравился. Посмотреть в глаза, потом в документы, потом, значит, на под... Это вот по степени важности? Ну, фактически, да. Самое главное в глаза и увидеть там, да, что он не лукавит. Ну, для кредитных продуктов часто еще проводится фотографирование клиентов, фотографирование паспорта. Ну, а, кстати, фотографирование клиентов, я представляю, о чем идет речь, да, когда сидит теперь менеджером, у него там камера есть такая. Веб-камера. Он для истории просто? Или потом действительно какой-то психолог какой-то приходит и смотрит на этого человека, мониторит его взгляд? Я думаю, что на всякий случай просто. Дело не о мониторинге взгляда, а дело, если вдруг какой-нибудь нерадивый клиент скажет, что я у вас не был. Не был, да? Я ничего не подписывал, кредит у вас не брал. Да, это в том числе для этого, а также для борьбы с внутренним фродом, чтобы фотография на паспорте как-то совпадала просто с тем, что мы видим на камере. Не более того. Хорошо, посмотрели в глаза, посмотрели в документы, то есть сверили, поняли, что это один и тот же человек, и дальше он подписывает, естественно. Он подписывает определенный договор. То есть договоров может быть форм совершенно большое количество. Например, я знаю, что в моем любимом банке Финам там подписывается договор об электронном документообороте, после этого все остальное общение может с ним, с клиентом исключительно дистанционно проводится. Ну, в частности, как посредством электронной почты, да, или что? Там вот во время подписания единственного бумажного документа ему выдается ключ электронно-цифровой подписи, сертификат, и все последующее общение происходит с банком, и, кстати, не только с банком, но и брокерской структурой, посредством подписи и обмена электронными документами. Причем, так же дистанционно он может и новые какие-то договоры подписывать, потому что у него уже есть электронные ссылки. Абсолютно. Вы тоже, да, вот такими же технологиями пользуетесь? Примерно такими же. Это нормально. Хорошо. Значит, осталось немножко времени у нас до первых новостей. Собственно, сейчас мы начнем, ну, давайте я сформулирую этот вопрос, а после новостей тогда уже начнем на него отвечать. Итак, мы поговорили о том, что такое дистанционное банковское обслуживание, и, собственно, да, Толя, ты начал говорить, что под этим названием мы понимаем разные, да, или там структурированные какие-то вещи, это и это, и это, и это, и это. Вот мне бы хотелось уже по новостей с вами поговорить поподробнее о том, что это в деталях, да, что это интернет-банкинг, это, соответственно, да, какие-то другие истории, и насколько они, так сказать, востребованы сейчас, что ли, да, сейчас вот нынешнее время, кто-то больше, кто-то меньше, наверняка, да, и, собственно, перспективы в этом случае мы с вами и порисуем. Итак, уважаемые слушатели, я напоминаю, сегодняшняя тема, сегодняшняя программа «Перспективы развития дистанционного банковского обслуживания», у вас есть вопросы, есть возможность присоединиться к нашему разговору, но телефон студии я продиктую уже после новостей, сейчас новости на Финам.ФМ, слушаем с удовольствием. Итак, друзья, продолжим, продолжим эфир «Сухого остатка» на Финам.ФМ, тема которого сегодня «Перспективы развития дистанционного банковского обслуживания в России», и я напомню, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, задать вопросы сегодняшним гостям, а для этого есть телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495, и сайт компании финам.ФМ, звоните, пишите, и задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями, насколько вообще комфортно в нынешние времена прибегать вот именно к дистанционному банковскому обслуживанию, о котором мы сегодня и говорим. Я напомню, в студии сегодня Артем Яманов, старший вице-президент Тинькофф кредитной системы, и Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп. Ну что ж, как было заявлено, давайте в деталях поговорим, что такое дистанционное банковское обслуживание. В деталях уже, да, Толь? В деталях? В деталях, да. Дистанционное банковское обслуживание. Дело вот в чем. Лучше давайте представим, как это будет в ближайшем будущем. В 20 каком? В втором веке? Нет, нет, я думаю, что очень скоро. Как-то не парадоксально, но в нашей стране государство очень серьезно подошло к вопросу дистанционного банковского обслуживания. Серьезно? Да, не так давно... В нашем государстве, да, правительственном, к чему-то серьезно подошло. Поэтому я и говорю, как это не парадоксально. Есть выпущен федеральный закон 210-й, по которому каждый банк обязан подключиться к главной информационной системе госуслуги.ру и получать из государственных органов... Сори, банки обязаны отправлять в госорганы информацию об оплате всяческих платежей их клиентами. Ну, в числе, да? Не коммерческих, а именно... Не-не-не-не-не. Именно государственных. То есть оплата налогов, штрафов и так далее. И эта система имеет обратный ход. То есть буквально достаточно скоро я, зайдя в систему банк-клиент своего любимого какого-нибудь банка, вполне могу нажать какую-то кнопку и получить из федерального казначейства информацию обо всех платежах, которые на мне висят. Меня сейчас очень испугала фраза «нажать какую-то кнопку». Ты случайно нажал какую-то кнопку и вау! Специальную кнопку. А, специальную кнопку. Красную кнопку. Запросить. То есть ты сознательно это сделал. Вот это самое главное. Да. А то, знаешь, ты случайно что-то нажал и вон она. И банк получает у всех ведомств государства все платежи, которые мне начислены. Это налоги, это штрафы, это какие-то пени, еще что-то, еще что-то. Мне банк выдает все эти дела, и точно так же я могу оплатить их или не оплатить, и сразу же в государство уйдет, в казначейство уйдет информация об этом деле. О том, что я оплатил или не оплатил эту услугу. Плюс банк точно так же уже может подключиться в биллинговой системе мобильных операторов. И я, то есть я говорю, могу сразу получить весь список платежей, которые я должен произвести в этом месяце. Не должен никуда звонить, какие-то счета оформлять, считать, забивать. То есть банк, он мне максимум удобства может предоставить. Это любой банк, я правильно понимаю? Ну, по задумке, да. То есть идея заключается в том, что банк даже, наверное, будет иметь возможность получить поручение от клиента, автоматически оплачивать все штрафы либо какие-то налоги, до определенной суммы, например, которые возникают у какого-либо пользователя интернет-банка. А он об этом узнает, соответственно, с сайта этой государственной структуры? Нет, он может узнать это в своем интернет-банке. В своем интернет-банке. Это клиент, а банк узнает. А банк узнает в госуслугах. Верно. Ну, это называется СМЭФ, система межведомственного электронного взаимодействия. Ну, которая, конечно, пока работает, ну, вы понимаете. Пока, пока, да. Пока кое-как. Ну, в любом случае, в режиме тестирования, да? Но уже работает, да. В режиме тестирования, да, там, вот заходишь на сайт госуслуги, там, нажимаешь на кнопку, там, хочу получить свои штрафы по ГИБДД, то есть вероятность 50%. То есть, я думаю... Вероятность дашь, что это будут мои штрафы, во-первых, что это будут штрафы по ГИБДД. Что это будут все штрафы, там, это отдельная песня. То есть штрафов с камеры, почему-то тут лично у меня там нет. То есть есть штраф, который мне лично выписал милиционер, но те, которые у меня есть в бумажном виде, приходят на почту с камеры, их там почему-то нет и никогда не было. А как ты правильно сказал, что не факт, что твои штрафы, потому что однажды у меня выскочил штраф не мой. То есть было удивительно мне узнать, что я езжу на машине Ауди А4, вот, и что я не пропустил какого-то пешехода. Выяснилось, что в номере просто инспектор, когда протокол составлял девятку с четверкой в номере... Но ты заплатил? Нет, конечно. Но, опять же, надо отдать должное государственным структурам. У меня ушло, правда, два месяца, но этот штраф пропал. То есть они исправили. И мне не пришлось никуда ездить. Ну, пропал, в смысле, из перечня. Они исправили, и он, да, и он исчез. Ну, смотри, здесь... Ты за границу давно выезжал? Не дай бог. Нет, потом здесь, мне кажется, важно, что там была фактическая ошибка, инспектор перепутал цифру, и поэтому этот штраф пришел ко мне. А в этом случае, почему к тебе не пришли штрафы, которые на камере? Кто чего перепутал там? Это же непонятно. Кто знает? Неизвестно, на самом деле. Да, да, да. Тут логики никакой нет. А может, не совершал или камера просто не работает? Нет, но они в печатном виде пришли нам. В печатном виде, там, с моей фотографией. То есть это-то точно был я. Машина была не Ауди 4, а моя, то есть... И лицо было мое, поэтому... И другие штрафы там отображались, а 4 штрафа с камеры, например, нет. Но задержка в пару месяцев там присутствует. С налогами там все хорошо, а вот по штрафам есть задержка. Ну, я понял. Хорошо, хорошо. Ну, вот мы говорили о деталях дистанционного ослужения, ты решил, что это самое главное, видимо, да? Поэтому с этого начал. Самое главное, это получить достоверную информацию о том, куда, сколько и как я должен оплатить, в каком режиме. Мне это банк может теперь, сможет предоставить такую информацию. И спросить у меня, хочу ли я оплатить это вот сейчас. Снимается огромное количество головной боли. И я думаю, что я бы даже, наверное, за такие услуги бы платил. Я-то просто знаю, что государственные там пошлины, налоги, они, банки, не имеют права взаимать комиссию за их оплату. Но я бы за такое удобство реально был готов платить. А так, в принципе, это бесплатно? Вот я говорю, налоговые платежи, бюджетные платежи, они, по-моему, должны быть бесплатны, насколько я знаю. Ну, если ты хочешь платить, ты, конечно, можешь платить. А, в принципе, если они будут бесплатны, я думаю, что это нормально. Хорошо, ну, а все-таки, когда мы говорим о банковском обслуживании, ну, традиционно все-таки возникают какие-то другие ассоциации, да? Это либо я взял в банке кредит, либо открыл я дебетовый счет. Вот в этом разрезе как дистанционно взаимодействие это выглядит? Да, но на самом деле основными каналами сейчас является интернет-банкинг, это, безусловно, колл-центр. И в последнее время и все больше и больше будет набирать обороты так называемый мобильный банкинг. То есть весь банкинг через три года он, безусловно, будет находиться в мобильном телефоне. То есть вот этот большой экран, то, что мы видим уже по тем клиентам, которые являются активными пользователями мобильного банка, большим экраном люди перестают пользоваться, и они все операции делают с мобильного, потому что в большом банкинге интерфейс для пользователей обычно он избыточный. То есть... Много лишней информации. Много лишней информации, больше кликов, больше времени что-то найти, просто когда у тебя там три иконки, оплатить все твои шаблоны, всех твоих платежей, которые тебе нужны, все проще, и люди на большой веб там ходят реже существенно. А мобильный банкинг, он еще этим отличается, что интерфейс, то есть та картинка, которую я вижу у себя на страничке наличной, она отличается, да? Да, очень сильно, конечно. Это специфически. А в чем и сложности, и челлендж, как-то говорится, для современных банков, именно в мобильном банкинге, связанный в том, что этот интерфейс, он еще очень сильно различается по платформам. Вот, например, есть... Для Windows, для Mac. Для Windows, для iOS, совершенно верно, для Android, там, кроме того, что интерфейсы различаются, там это все пишется на разных языках, по крайней мере, нативные приложения, то есть, если и банки очень, то есть, сталкиваются с такой достаточно... Это проблема, да? Это проблема, на самом деле, потому что разработчиков мало, и приходится искать разработчиков под каждую специфическую платформу. Под каждую, потому что я хочу, да, максимально всем предоставить услугу. Да, это очень сложная задача, так как, если вы хотите идеальный продукт, чтобы он работал на всех платформах, это действительно сложно, потому что у вас программист, он пишет только на одном языке обычно программирование, или на Objective-C, или на Java, то есть, он не... Обычно мало людей, которые могут писать... Универсальных программистов, да? Универсальных почти нет. Та же самая проблема с проектировщиками интерфейсов, там, для iOS или для Windows, например. Да, слушай. А, опять-таки, если мы говорим, вот, о проблемах, связанных с интернетом, нет какой-то универсальной платформы, которой могут воспользоваться все банки? Или все-таки каждый банк, ну, да, учитывая, так сказать, некую безопасность, да, проблемой безопасности, он самостоятельно создает все это дело? Нет, ну почему? На самом деле, смотря для чего, то есть, обычно банки создают, безусловно, свои интерфейсы, потому что это гораздо более выгодно для крупных банков, потому что интерфейс, это всегда возможность коммунициировать с пользователем, возможность ему что-то продать дополнительно, да, то есть, повысить взаимодействие, там, с брендом, как бы это странно не звучало, но на самом деле это важно. Есть, конечно, открытые платформы, которые позволяют, там, например, там, Яндекс.Деньги, которые позволяют, там, любые карточки, там, банков, там, привязывать и платить через себя, производить, там, любые оплаты, там, вот, это открытые платформы, но у них другая задача, они, как бы, не являются пока прямыми конкурентами банков, но находятся примерно на одном и том же поле. Вот мне очень заинтересовало пока, да, ты говоришь, пока они являются. Ну, пока, да, потому что, на самом деле, сейчас такое очень сложное время, когда в какой-то степени сталкиваются интересы мобильных кошельков или просто, там, электронных кошельков банков, мобильных операторов, и, там, еще нескольких специфических, там, компаний определенного ряда деятельности, они сталкиваются в одном, там, например, ну, возьмем простой пример, вот, есть, там, был такой провайдер МТС, потом он открыл банк, да, сейчас они пытаются под себя подтянуть платформу платежей через, которые с NFC, так называемых бесконтактных платежей с мобильными телефонами. То есть, это все примерно об одном, и, к сожалению, вот, или к счастью, вот, сейчас никто не понимает, как будет выглядеть платежный рынок через пять лет, потому что здесь и сами платежные системы, да, исторические игроки, мастер-карты Visa здесь еще присутствуют, сюда же, собственно, в какой-то степени идут, как мобильные операторы, так и производители телефонов, они пока не знают, как они идут, то есть, кто-то идет, кто-то не идет, и это пока такая ситуация, имеют очень много неопределенностей. Неопределенностей. И, причем, ну, когда-нибудь сядут за один стол, и чего-нибудь придумают. С разных сторон, да? Да, они уже садились за стол неоднократно, при том, в разных странах решали абсолютно по-разному, то есть, там, и сейчас нет такой единой картины, там, есть, например, даже Google Wallet, да, так всем известно, даже Google идет на рынок платежей, то есть, и никто не понимает, то есть, как в итоге все это будет выглядеть. Да, интересно, интересно. Именно так, да. Да и сами платежные системы, которые, в принципе, раньше-то не представляли себя операторами, то есть, все отвешивали на банке, сейчас появился, не так давно было объявление, MasterCard свой кошелек представил. Да, и, соответственно, никто не понимает, как это все будет вместе работать, то есть, кто будет контролировать конечный интерфейс, да, вот идет борьба за этот интерфейс, единый пользовательский интерфейс, даже вот Google, когда он выходил на этот рынок, он действительно сделал большой проект, потерял сотни миллионов долларов. И ни к чему не пришел практически. И пока ни к чему не пришел, то есть. Я понял. Хорошо, значит, прервемся сейчас еще раз, послушаем новости с удовольствием, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжим наш эфир, с темы которого сегодня «Перспектива развития дистанционного банковского обслуживания в России». В гостях Артем Яманов, старший вице-президент Тинькофф кредитной системы, и Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп. Напомню, телефон студии 6510-99, код Москвы 495, сайт компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте вопросы, и ваше видение этих самых перспектив. Ну, очевидно, я так понимаю, да, мы пришли уже к этому выводу, что вся активность в ближайшее какое-то время перейдет именно туда, в непонятный интернет. Где там, что там, как там, в облако, в облако, это точно. Достаточно актуально. Хорошо, я понял. Значит, мы говорили о том, что сейчас, ну, одна из, видимо, таких нерешенных проблем и банковского сообщества в том числе, касающихся единственного обслуживания, это создание вот некой единой модели интерфейса, да, к нему идут многие, многие, многие. Кстати, то, что идут многие и с разных сторон, как мы сказали, и идут, значит, компании, занимающихся, ну, по сути, разными вещами, вот, это создает какую-то путаницу, дискомфорт, конкуренцию, нездоровую. Или все-таки мы говорим о том, что все решают одну задачу, ну, разными способами, да, и дай бог, да, и просто у кого это успешнее получится, удачнее получится, просто все остальные, они опыт этот, да, вполне переймут. А это не будет выглядеть, ну, я... Будет. Будет, да? Будет, да. Ну, то есть, понятно, о чем речь, да, я говорю. А монополия? Да, я сделал, ни с кем делиться не хочу, либо, так сказать, это будет стоить каких-то... Ну, вполне возможно. То есть, никто не исключает, что, например, выйдет Apple какой-нибудь на своей платформе, сделает какую-то закрытую платформу, как он любит, да, то есть, ни с кем не захочет делиться, по крайней мере, попытается ни с кем не делиться. А при этом у всех пользователей, да, его этих самых гаджетов, у них выбора не будет, они говорят, ну, если у меня... Например. Да, 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 я вынужден этим пользоваться. Ну, прецеденты-то уже есть, правда, не уровни Apple, ну, да, чуть поменьше. Поменьше, но... Прецеденты уже есть, все к тому. Попытки есть, во всяком случае уже. И плюс, вот интернет, облачные сервисы, это дело тоже хорошее. Но вот мне, во-первых, хочу два примера привести, когда уже давно ездили в Германию, мы и посещали там шпаркассы, то есть это отделение местного крупного банка, очень мне понравилось, еще тогда, это было, по-моему, лет 15 назад, терминал самообслуживания. Там и в торговых центрах, там везде есть вот эти маленькие шпаркассы, где есть несколько терминалов самообслуживания и только один техник. То есть люди приученные, если... Где ты был? В Германии. Смешной. Подеборный. По-моему, все сразу, все сразу. Я был в Германии, люди приученные. Все и сразу. Очень удобная штука была, потому что, если что-то где-то человек не разбирается, он просто снимает трубку на этом же терминале и приятный женский голос немецким языком говорит, чем могу помочь, и полностью все рассказывает, как и что сделать. Это вот первый пример, который, я думаю, что у нас тоже в эту сторону пойдет дистанционное банковское обслуживание, терминал самообслуживания без формирования самих отделений. И второй пример, который мне очень понравился, в Турцию я ездил, тоже в командировку, не в отпуске. Ну, хорошо. Там человек, придя в супермаркете, выбирая там определенное количество покупок, совершив, он не идет к сотруднику банка за кредитом, он идет в кассу, к сотруднику магазина, и ему все в одном флаконе. То есть и оплата покупок, и оформление кредита. Сразу же. И все в одном чеке. Ну, у них законодательство такое позволяет. Но позволяет, у нас нет. Вот степень интеграции систем учетных банков и вот этих ритейлеров, они меня просто поразили. Это было когда, лет пять назад, ты говоришь? В Турции я был где-то, нет, это было лет семь. Лет семь назад. Еще дальше. Это было давно, да, я уровню технического оснащения турецких банков был просто очень приятный. А что же, семь лет прошло, а в основном и не там, у нас-то? У нас-то. Ну, не совсем, потому что, да, Турция или какие-то регионы, они действительно иногда выбиваются вперед, но это все зависит. Именно потому, что это локальная история, во-первых, а во-вторых, очень часто регионы, которые там сначала лидируют при смене технологического цикла, лидерами становятся другие регионы, это, в принципе, нормально. Как сейчас говорят, что мобильный банкинг будет развиваться большими темпами на развивающихся рынках, чем на рынках развитых, потому что там люди, они там привыкли там ходить в банки там и так далее, особенно в Европе. Поэтому там надежды там на Бразилию, на Россию, на Китай и, как ни странно, даже на Индию. А почему странно? Ну, Ну, Индия тоже у нас развивающаяся экономика. По крайней мере, входит в БРИК, всем известный. Так, хорошо, терминалы. Дальше мобильный интернет, пардон, мобильный банкинг и чего еще у нас из дистанционного банкинга. Ну, там колл-центр не надо забывать. Вот, давайте колл-центр. Это всегда приятно, потому что девушки там, да, не умеет голосовать. Ну, там есть два варианта, да, там либо... Девушки, либо юноши. Да, либо девушки, либо юноши, либо так называемая система IVR, Interactive Voice Response, это когда вы используете голосовое меню. Вот, вот сейчас есть достаточно продвинутые меню, тестируются, по крайней мере, которые распознают произвольный текст, то есть, с ним можно разговаривать чуть ли не как с человеком. Работает, скажем, так себе, не сильно лучше, чем Siri в iPhone, но... То есть, о чем идет речь, я вспоминаю опять. Я позвонил, мне говорят, нажмите там звездочку, нажмите один, если хотите. Вот об этом идет речь. Ну, а будет, в принципе, там через пару лет, я думаю, просто скажите, что вы хотите просто. Не будет там ни один, ни два, там скажите, я хочу там оспорить операцию. Система поймет это и будет спрашивать вас, какую именно операцию и так далее. Хотелось пошутить сейчас, но будет не очень эфирно. Скажите, что вы хотите, и я скажу, куда вам пойти. Это еще в 90-е годы AVR был внедрен в мастер-карде, вот в их внутрикорпоративной системе. То есть, когда звонить, они не просили набирать внутренние номера, а именно назовите, пожалуйста, имя и фамилию сотрудника, с которым вы хотите общаться. Попасть было невозможно. Три раза сказал, но на третий раз распознали. Далеко все технологии, конечно, ушли вперед, и я думаю, что действительно, абсолютно точно, это скоро очень у нас будет. Это очень приятно. Это приятно. Но скоро-то когда? Вот 7 лет прошло, как ты был в Турции последний раз, а ВОС и ныне там, я имею в виду. Нет, нет. У нас, нет. Сдвинулась у нас? Боже упаси, вообще невозможно сравнивать. Причем, динамика, которая в России идет, технологических прорывов, она абсолютно бешеные темпы по сравнению со всем остальным миром. Ну, тут хотя бы издалека начнем. Россия считалась высоко, так скажем, развивающейся экономикой в части карточного бизнеса, и поэтому нас заставили. Карточные, пластиковые карты ты имеешься? Да, банковские карточки. Может быть, Blackjack, откуда я знаю? Да, да, да. И платежные системы просто насаждали терминализацию страны, то есть уйти от этих самых старых импринтеров, где просто эти карточки сняли. Зато у нас сейчас стопроцентная терминализация, то есть у нас мошенничество, мы в какой-то из передач об этом говорили, одно из самых низких вообще по региону, что-то в районе 4 процентов, что ли. Это связано с чем? Именно с тем, что у нас технологический прорыв и в части железа это терминалы, банкоматы, и в части технологии, то есть у многих банков есть система контроля рисков, то есть отслеживают, если ты всю жизнь снимал зарплату в этом банкомате и вдруг в Малайзии в каком-нибудь по салоне по твоей карточке авторизация, то банки не дают разрешения и связываются сами с клиентами. Вы точно в Малайзии? Вы уверены, что вам нужен этот спа-кабинет? Вы уверены, что это вы? Как ваша фамилия? Это здорово, здорово. А кстати, вот перспективы того, что карточки в скором времени, они видимо как раритета, как анахронизм такой, что они могут отжить свое. Есть такое ощущение? Да, конечно, ощущения некоторые есть, но я думаю, что речь идет все-таки, наверное, не ранее, чем о пятилетнем горизонте, даже на развивающихся рынках. Дело в том, что если терминализация, там, скажем, процесс терминализации с поддержкой приема NFC, да, платежей уже пошел в России, то есть уже там, например, в Starbucks, там, в McDonald's. NFC, это технология Near Field Communication, когда вы можете платить, скажем так, не засовывая карточку физически куда-либо, то есть вы можете ее даже практически не прислонять к терминалу и проводить операцию. Кроме карточки, эту же функцию также в ближайшем времени будут поддерживать производители, скорее всего, всех телефонов. Мобильных. Мобильных. Да, вот, соответственно, уже лэптоп, ой, как эти, таблетки уже делают. таблетки тоже уже делают, но хотя, в принципе, таблетки, наверное, это менее актуально, все-таки телефон, телефон и часы, то есть это все будет поддерживать. А вот с карточкой-то, да, то есть ее не нужно в терминал вставлять, не нужно даже ее подносить. Не нужно. Подносить нужно, подносить нужно, да, но даже не обязательно касаться, да. Я понял. А если вдруг еще и наше государство уйдет от навязывания формата Сберовского просто и сделает те же самые наши госуслуги с иновсешной технологией, то я думаю, это будет просто очень шикарно. А Сберевский, это то, что мы о универсальной инвестиционной карте говорили, да? Олег, да. Ну, тут, да, еще единственная проблема, да, вот одна из больших миграций в телефон, это банкоматы. Банкоматы, они, насколько я знаю, пока достаточно сильно отстают, то есть там еще технологии именно, получение наличных при использовании там телефона или NFC, они только сейчас тестируются. То есть я таких технологий не видел. Если телефон, там, это уже, в принципе, в ходу, я уже сам имею телефон, который можно платить, куда картика загружена, то там банкоматы я даже не видел, даже ролика такого еще не видел, если честно. Ну, опять, приезжали люди из, не из, сильно распространенной, из какой-то платежной системы Евросоюза, там предлагали именно такой вариант с мобильным телефоном, но там было очень хитро, то есть ты обращаешься в банкомат, набираешь там определенную сумму, при этом подносишь мобильный телефон, банкомат какие-то визги, визги издает, мобильный телефон это куда-то передает, ну, то есть что-то, где-то, как-то уже про это думают. Один из российских банков предоставляет услугу в своих банкоматах получения наличных без карты вообще. Но это не связано с NFC просто. Это не связано с NFC, да. технологии, я говорю, обычно с SMS-кодом или с чем-то, который временно действует. Получаешь код, приходишь, убиваешь его в терминал, да, в терминал банкомата и получаешь деньги. Кстати, вот эти вещи, многие, может быть, да, то, что еще не особенно развиты, связаны с тем, что, кстати, мы говорили об этом на прошлых встречах с тобой прежде всего, что у нас еще модно снимать деньги наличными, а не расплачиваться где бы то ни было. Это тоже все очень временно. Временно? Опять же, есть законодательная инициатива ограничить тремястами тысячами. Совершенно, да, буквально несколько дней назад, да, это пошла история. Да, новая. Что там? Хотят ограничить именно сумму разовой сделки наличными между физическими лицами и юридическими лицами тремястами тысячами. То есть, насколько я понимаю, сейчас это в районе шестисот тысяч, сейчас снять. Но я знаю, что это наш крупнейший банк, там зародилась эта идея. Не будем называть его фамилию? Да, но я считаю, что это, в общем, неплохая идея, наверное, трехсот тысяч, но... Вполне, да, да, а чего же ты покупаешь наличные? Ну, да, в принципе, тоже поддерживаю, что, наверное, эта идея хорошая, потому что, там, так сказать, там несколько миллионов рублей кэшем, как у нас любят в Москве, там, на первую износную ипотеку, все-таки такая история не совсем цивилизованная. Лучше ее перевести, там, даже заплатив две тысячи рублей, эти два миллиона из банка в банк, то есть, это более как-то... Ну, похоже на правду. Похоже на правду. Согласен. И банк заработает у нас звонок? И банк заработает, наверное, в принципе, я так думаю, что это... А в этом случае, опять-таки, банкоматы у нас со временем, да, исчезнут, отпадут, там рут... Да нет, банкоматы, они в любом случае еще понадобятся, потому что, вот, я, к сожалению, не был в Японии, но, насколько я помню, там люди не платят деньги банку за то, что получают наличные за счеты, а совсем наоборот происходит. банк платит деньги? Да, да. И в любом случае, он, клиент идет на работу, снимает себе, там, чуть-чуть денег, исключительно, чтобы, там, мелкой кафешке, там, и так далее. Возвращаясь с работы в этот же банкомат, эти наличные загоняют. Значит, мы сейчас прервемся еще раз, послушаем новости на Финам.фм, оно продолжит. Итак, последняя часть нашего эфира, всего лишь 12 минут осталось. Уважаемые слушатели, я напоминаю, у вас есть возможность задать вопросы сегодняшней темы перспективы развития дистанционного банковского обслуживания в России. Есть у нас один звонок, мы слушаем. Олег, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Я тоже сотрудник одного банка, нашего государственного, крупного. Я просто хотел прокомментировать по поводу 300 тысяч, вот, да, ограничения. Во-первых, это ударят по ритейлерам сильно, вот, которые, типа, метро, из-за гроза, то есть, они работают до сих пор без приема карточек, потому что они низкомаржинальные, просто, наверное. И та же проблема с недорогими автомобилями, типа, там, вот, Ford Focus, они тоже карточки снимают, принимают наличные, потому что при расчете карточек снимают там полтора процента, если не ошибаюсь. Не теряют, как бы, эти полтора процента. Вот, собственно говоря, есть комментарии. Спасибо, спасибо огромное, Олег, ну, и ваше мнение. Ну, по поводу Ford Focus, я думаю, там не так критично, это можно решить банковским переводом. Можно другую машину просто купить. Да, можно купить машину, по-другому же, во-первых, да, во-вторых, почему обязательно карточкой, то есть, банковским переводом никто не отменял, и во многих банках, в частности, в нашем банке Тинькофф Кредит Система, они бесплатные, там, в Альфе они бесплатные, с интернет-банка, там, в Сити-банке, насколько я знаю, они также бесплатные, потому, то есть, это такая проблема. Ну, надуманные, да, а вот ритейлеры крупные, действительно, они же не принимают карты-то. Я, они пока не принимают карты, я бы сказал, потому что, не так давно, это временно. Тот же Ашан, вообще, у них была политика, запрет на прием карточек, Макдональдс, ну, а сейчас в Ашане есть карточка? Уже есть, Да, но они там договорились и с визой, и с мастер-кардом, что это мы как-то дешевле, получили какой-то супер отдельный, и спокойно сейчас их принимают. Я думаю, с метра будет такая же история. Я хочу сказать одну вещь, любая инкассация наличных, она стоит денег, причем иногда, это, в общем, соизмеримо с той комиссией, которая платит за безналичные, за эквайринг карточек. Ну, в случае крупных ритейлеров, наверное, Ашана, я думаю, что это так, то есть, это... Не, ну, кстати, логика опять-таки, да, ну, что же с деньгами-то ходить, да, и вот есть карточка, боже мой, это и безопаснее, наверное. Слушатель, он прав, логика есть, но мне все равно, издержки от наличных, они присутствуют, это невозможно. Да, только если речь идет о каких-то серых компаниях, которые наличность продают потом, то есть, там есть доход. Там суть бизнеса, да? Там суть бизнеса в наличных, да, собственно. Давайте еще один вопрос у нас есть. Андрей, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, Олег, у меня небольшая реплика по поводу, передано слушателю, звоню по поводу, полутора процентов. Это, скажем так, банк, между ритейлером и банком, ритейлер экономит при покупке машины, и эта операция называется снятие наличных, и оттуда идет полутора процентов выловить. Соответственно, по поводу просто, по-моему, вот этот большой зеленый банк прогнет всех и вся, и это будет. Просто я сам в банке работаю пятый год, я понимаю, эти ребята в стойку, в раскройку ставят всех. Это да. По поводу ОЭК, у вас была передача, Максим Асачий был прав, и я с ним соглашусь, я буду рогом упираться, мне эта карта не обязывалась, как именные диспланы. Соответственно, по поводу, опять же, большого зеленого банка, они купили Яндекс деньги. У Яндекса деньги есть с одним из ваших гостей проект. Скажите, ребята, будете как-то против или нет? Потому что, когда новость вышла, знаете, сколько было комментариев по поводу, что они думают по большому банку, и на каком они месте взросли этот банк, это просто швахпан ниши. Это один краткий вопрос. А все же так, развитие мобильного банки, я три года пользуюсь, я уже в офисе полгода не хожу. Просто один раз зашло, в выписки надо было снять, а так, ну зачем? Единственный вопрос, пожалуй, ключевой, вот это вот по банкоматам. И небольшой вопрос еще по NFC, если позволите. Смотрите, я эту технологию смотрю, там она как 408 вяжет к одному чипу, или там можно несколько счетов привязать к одному чипу. Андрей, подождите, не отключайтесь, последний вопрос, понятен вопрос, потому что нет, не очень понятен. Да, да, да. По NFC, да? Плюс-минус понятен. Хорошо, спасибо огромное, Андрей, за ваше мнение, успехов вам в бизнесе, большой зеленый, вот это не понравилось. Большой зеленый, вам нет. Да, отвечаю на первый вопрос по поводу нашего сотрудничества с Яндекс.Деньгами, то есть оно в ближайшее время, я думаю, продолжится. Как долго, я думаю, это зависит от расторопности большого и зеленого нашего друга. Вот, пока я так понимаю, что мы можем спокойно с Яндексом продолжать сотрудничество. А какая связь? У него есть с Яндекс отношение, у вас есть с Яндекс, или вы будете конкурировать? Нет, ну просто так как Сбербанк является владельцем, а мы являемся имитентом карточек Яндекс.Денег, это может в какой-то момент, наверное, им не понравится, но пока у нас эмиссия карточек увеличивается, то есть там мы уже практически там превысили, по-моему, там 100 тысяч порогов, там в ближайшее время превысим. То есть она идет достаточно активно, и как бы, я так понимаю, что Сбербанк, он не против нашего, пока в данный момент, пока не против, да. Ну не всегда смена собственника сопровождается с кардинальной сменой политики, то есть у этой структуры, я думаю, по-прежнему цель одна, это заработок денег, это прибыль, а если проект совместно, он прибыльный, я не думаю, что большой зеленый друг будет резко против. Им бы со своими проблемами разобраться. Это да, это да, они большие, они зеленые, у них их много. Да, по поводу второго вопроса, по поводу NFC, там действительно к чипу может быть привязано несколько карточек, но там в один момент времени одна, то есть, да, то есть, там специально есть так называемое понятие, как вот Google Wallet, и так далее, они работают, там идея заключается в том, что в один момент одна карточка привязана именно к самому чипу, то есть, ну, можно поменять, для этого есть аппликейшн определенный, который запускается на телефоне. изначально, да, как бы заточено несколько карточек на один чип, да, но я меняю, сейчас работает одна, сейчас, а потом вторая. Ну, потому что две они не могут работать, иначе будет конфликт, устройство будет не понимать, с какой карточкой взаимодействовать, куда бежать, то есть, в один момент должна быть активна только одна. Это я помню, ну, не знаю, насколько корректно это сравнение, когда появились телефоны первые с двумя сим-картами, вот там, для того, чтобы с одной карточки на другую перейти, нужно было перегружать, у меня был такой телефон. А сейчас нужно просто кнопочку нажать, и они быстренько, то есть, опять это время, время, да, технологии не стоят на месте. Давайте, еще один вопрос у нас есть. Андрей, добрый вечер, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Я пенсионер, и, собственно, не в теме совершенно, вот, но пользуюсь, пользуюсь карточками, пользуюсь интернетом, вот, а вопрос у меня такой, как вы считаете, вот как специалисты, возможно ли наступление такого времени, когда нам уже всем вошьют чипы просто, в эти карточки, и никто не сможет, не продавать, не покупать, ну, в общем-то, все как написано. Как написано в той книге, да, Великой? Спасибо, спасибо, Андрей. Да, ну, на самом деле, фильмов в последнее время на эту тему вышло несколько, я думаю, что, безусловно, день, когда какие-то чипы нам куда-то вошьют, он, в принципе, не за горами, то есть, развитие технологий, вот, недавно появились Google Glasses, и Google Glasses, как там пишут в комментариях, там, в том же Фейсбуке, это последний шаг перед тем, как чип окажется в голове, внутри головы, потому что дальше ехать некуда, когда ты, в принципе, смотришь, как только станет неудобно носить очки, дальше, видимо, он появится в голове. Но надеемся, что это будет не при нас. Все надеемся. Подождите, я даже перефразирую, ты сказал примерно следующее, надеюсь, я умру раньше. Толя, я тебя умоляю, все у тебя такие... Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Да, льда. Ну да ладно. Опять-таки, приходится констатировать, что технологии не стоят на месте, и, к сожалению, движутся они пока только в эту сторону. Так, хорошо, ладно, у меня есть вопрос еще интернет, я сейчас его пока прочту, а тем временем, Толя, значит, мы говорим о перспективах. Вот нарисую эту картину перспективы развития дистанционного банковского обслуживания. Ну, в том плане, что опять мы говорим, значит, все больше активный банкинг идет куда-то в облака, куда-то вот в реальную сферу уходит он от физического, да, мы денег-то по сути уже скоро руками трогать не будем. Это гигиенично? Как минимум, да. Так, ладно, давайте, читаю вопрос от Андрея. Так, понятно, что 1, 408, активный и нормальный, с Барсиком работаю, и мне нормально, что-то я не понял, что это вопрос. Ладно, зря я на него отвлекся, собственно. Так, значит, у нас осталось... Может, это двоичный код был? Может быть, кстати, может быть, да. Значит, осталось у нас немного времени, значит, осталось, что нам с вами сегодня подытожить, да, Артем? Как ты считаешь? можно, кстати, два слова буквально сказать, может быть, по стратегии развития непосредственно вашей компании в этом формате. Ну, на стратегии она, я думаю, пока продолжает оставаться той же, то есть мы работаем с дистанционными каналами, включая все те же самые, что мы уже называли, там, мобильный банкинг и даже там директ-мейл, интернет-банкинг, телефонный банкинг и так далее. То есть мы в этих каналах продолжаем оставаться, но стратегия, она, безусловно, связана там с мобильным телефоном и с какими-то, и с развитием именно внутри него, потому что все становится виртуальным, и что такое облако? То есть вот облако, оно заменит все, то есть вот раньше были киоски там где-то в Германии, а в будущем все будет делаться. Зачем тебе киосок, если у тебя есть твой мобильный телефон, да, тебе не нужны другие какие-то экраны на самом деле для того, чтобы получить полноценное обслуживание. Сейчас это уже... Причем где бы ты ни был, да, и не только в банке. Единственное, что пока тебе все еще нужно, это наличные деньги. И с учетом как бы текущих тенденций, пока вот реально не видно, когда вообще, когда закончатся наличные деньги, вот сейчас сказать очень сложно. То есть закончатся, имеется в виду, будут за ненадобностью, да? Будут отменены за ненадобностью, вот пока этого не видно. Я больше верю, что там карточек не будет, и все будут платить с мобильных телефонов, но наличные деньги все равно будут продолжать существовать в это время. Вот как-то мне так видится. Я понял тебя. Универсальное средство Мены. Средство Мены? Ну это может психологический момент больше, да? Конечно. Конечно, есть у меня там электронный счет, у меня есть там карточка, ну все-таки деньги, вот они, вот их руками можно подпускать. Ну вот они всегда есть какие-то такие вещи, за которые ты не хочешь, да, чтобы это где-то отражалось на банковском счете, ты хочешь просто это заплатить наличным, потому что опираться на банковском счете это то, что уже никогда не будет стерто, там, по крайней мере, в ближайшие 10 лет. Это может попасть в руки государства там и так далее. То есть там, это может быть, это операция, может быть, это как бы факт, может быть использован против тебя. Далеко, далеко. Мы, соответственно, тоже именно в этом же направлении смотрим, именно о том, что услуги в интернет будут очень востребованы, в том числе и банковские, поэтому один из сервисов нашей группы, это сервис удаленной идентификации интернет-пользователей, FF.ru, соответственно, полностью будем вместе жить и смотреть в будущее. Причем в облаках. В облаках. Абсолютно верно. Хорошо, огромное спасибо вам, уважаемые гости. Я напомню, сегодня в гостях был Артем Яманов, старший вице-президент Тиньков кредитные системы и Анатолий Артюхов, член Совета редекторов Федерал финанс групп. Мы обсуждали перспективы развития дистанционного банкового обслуживания. Кстати, я бы, так сказать, выделил основную идею, наверное, сегодняшнего разговора, ну и той жизни, которая нас ждет впереди. Идея такая, что мы из реальности переходим постепенно в виртуальность, в какую-то ир-реальность. Главное, чтобы в конечном итоге это не мешало нам жить, потому что наоборот помогало нам жить, потому что все-таки вот порой пощупать настоящие деньги, бумажные или металлические, все равно все еще хочется. Ну да ладно, огромное спасибо. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Всего хорошего. До завтра. Успехов на рынке. До свидания.